Имя Неупокоев Евгений Николаевич предположительно является псевдонимом и используется неким гражданином К. 3 декабря 2012 года в адрес УМВД города Сургут было направлено заявление с требованием установить личность гражданина К, который действует под псевдонимом Неупокоев Евгений. На первый взгляд кажется, что это грабитель или мошенник. По идее у Неупокоева должна быть доверенность на псевдоним. Даже на бейджик репортера не похоже. Ну да, у меня служебное удостоверение просто. Осетрину прислали второй свежести. То есть это даже удостоверением сотрудника юридического лица невозможно назвать. Вот с такой бумажкой он ходит и утверждает, что он журналист. Это означает, что она тухлая. Иметь удостоверение и быть журналистом – две разные вещи. А это что? Внешне обычная белая картонка. Это даже табличкой назвать невозможно. У него несколько переломов и сотрясение головного мозга. Но это не так. Сотрясения мозга нет. То есть они взяли сотрясение головного мозга директора штрафстоянки и приписали его, не упокоя его, Евгению. Белый и пушистый персонаж. Хотел получить информацию, а получил по голове. Сам виноват. Полез туда, где посторонний вход запрещен. Как спина? Порядка? Спасибо, зарядка. Никто даже следственный эксперимент не проводил. И руку свою сломал от меня он сам. Ну, мы поговорили, по-мужски руки пожали. На меня написано заявление за избиение. Что его бедного, несчастного тут избили. Потерпевший Каа. Точка. Ведомые обидой. Обителься. Какая-то провокация. Просто начинает оскорбление идти в мой адрес. Его данный факт оскорбил провокатор. И воспринимая это как личную обиду, ворвался в кассовые помещения. Мог ножик достать, как возможное нападение на кассу. Вот у нас касса. Некого потерпевшего Каа. Почему они его скрывают? Признаки корпоративного коррупционного сговора. За Ностроинформ ТВ, что ли? То он Е, то он Каа пытается подвести под религиозную секту. И деструктивную тоже. Из статьи пропали все слова секта. Они готовят основу, базу, фундамент для возбуждения уголовного дела по статье 282.1 УК РФ. Организация экстремистского сообщества. Увидимся в суде с гражданином Каа, если, конечно, он придет. Таким людям, как он, даже нельзя называться журналистами. Наши представления о том, кто такой журналист, изменились. Это стыдно. Нашему обществу сегодняшнему должно быть стыдно. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, настало время выхода нашей первой легенды. На первый взгляд кажется, что это грабитель или мошенник. На самом деле, журналист одной из местных телекомпаний. Корреспондент Евгений Неупокоев. Кумир миллионов! Но и о том, что было, помни, не забывай. Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам, порой не та. Но все хорошее не забывается. А все хорошее и есть мечта. Всем привет! В догонку вот к этому видео хочу поведать подробности о том, кто такой на самом деле некий журналист Неупокоев Евгений Николаевич. Рассматривать будем на примере ситуации вокруг штрафстоянки, которая произошла примерно два года назад. Сначала смотрим короткий сюжет от России 24, которому якобы спину поломали. Точно, Неупокоев. Неупокоев тоже не разговаривает. Не зря ты его пустила. Он опять все перевернет наизнанку. Ты не знаешь искусство журналистики. Много шума на этой неделе наделала истории с избиением журналистов в Сургуте. Местерепортер попал в больницу после того, как побывал на одной из городских штрафстоянок. Эти кадры сняты на одной из штрафстоянок Сургута. Несколько крепких мужчин избивают человека в светлой куртке. На первый взгляд кажется, что это грабитель или мошенник. На самом деле журналист одной из местных телекомпаний. Корреспондент Евгений Неупокоев приехал на спецстоянку по заданию редакции. Теперь вместо микрофона у него костыли, съемка закончилась переломами и сотрясением мозга. Ребята, ну вы же нарушаете закон. Я журналист, так вообще не реагирует никакой реакции. И потом Артеменко начинает меня оскорблять. Какой ты журналист, матерными словами. И все. Потом кричит, выключай камеры своему, я так понял, сотруднику. И он понимает, что если камеры выключить, отбить начну. И он понимает, что если камеры выключить, отбить начну. Отбить начну. И заламывает журналисту руки. Евгений Неупокоев лежит на полу лицом вниз, пытается сопротивляться. Так вы со мной-то поговорите, вы зачем про сотрудника Сургут Информ ТВ говорите? У директора штрафстоянки своя версия. На груди журналиста служебный бейджик, правда перевернутый. Внешне обычная белая картонка. А на этих кадрах начало драки. Директор стоянки выбивает у репортера камеру. Тот в ответ бьет наотмашь. Как он мне сказал позже в машине, когда мы разговаривали, что сходу хотел вырубить. Что он типа тайский боец и рассчитывал, что с этого удара я должен сознание потерять. Я говорю, а что сразу не сказал по-нормальному, что тебе надо сделать репортаж. Дали бы тебе интервью, все как положено. Не было бы никаких вот этих вот нюансов. Он говорит, да как ты не подумал. Журналиста Евгения Неупокоева в Сургуте знают многие. Корреспондент занимается расследованиями, освещает криминальные темы. Вот одна из его недавних съемок. Сам же репортер пока не знает, когда вновь сможет взять в руки микрофон. Сейчас главное для него поправить здоровье. А теперь сразу к сути. Имя Неупокоев Евгений Николаевич предположительно является псевдонимом. И используется неким гражданином Ка. Что такое Ка, имя или фамилия непонятно. Это сокращение использовано в решении по уголовному делу номер 1-548-2021 в Сургутском городском суде. Это вот как раз было заведено уголовное дело в отношении обвиняемого директора штрафстоянки. А потерпевший по этому делу как раз проходил вот этот некий гражданин Ка, который использует псевдоним на букву Е. Мне наконец-то стало ясно, почему Неупокоев старается не показывать никому свое удостоверение журналиста. Часто его не одевает. А если одевает, то он у него почему-то оказывается перевернутым. На груди журналиста служебный бейджик, правда перевернутый. Внешне обычная белая картонка. Так вот, факты о документе под названием удостоверение номер 54, которое предъявляет якобы журналист Неупокоев Евгений, который действует под псевдонимом. Так, первое. Отсутствует наименование СМИ. Вот он, стоп-кадр из видео самих же Сургут Информ ТВ. Давайте посмотрим, что это. Вот Евгений, вот его рука перебинтована. Он якобы сломал руку. Точнее, по сообщениям местных СМИ, что ему кто-то сломал руку. Я предполагаю, что он именно во время удара, во время двух ударов по голове директора штрафстоянки, как раз и сломал сам себе руку. В общем, вот он в руке держит свое удостоверение. Давайте почитаем, что это за документ. Вот можете поставить на паузу и сами провести анализ, что это за документ. Что удалось выяснить? Отсутствует наименование СМИ. Заходим на официальный сайт Роскомнадзора и пробуем найти вообще все, что связано с Сургутом. В общем, здесь мне что-то подобное, что-то похожее. Удалось найти только некое Сургут Информ. Обратите внимание, здесь написано Сургут Информ ТВ, вместе слитно. С ТВ написано. А Сургут Информ, может быть только вот это. Тем более, что все, что написано в квадратных скобках, это считается ненаписанным. То есть, отсутствует название СМИ. Именно вот этого. Удалось найти еще одно. Называется CTV.ru. Ну, давайте зайдем. Вот у нас сайт CTV.ru. Попробуем здесь найти, не упаковыв. Найдено 1493 страницы. Ну, то есть, вот настоящее название этого СМИ. CTV.ru. Причем на английском языке. Где-то это здесь видно? Я не вижу. Отсутствует номинование СМИ. Далее. Отсутствует сведения о номере свидетельства и о дате государственной регистрации СМИ. Вот, смотрите. Вот номер свидетельства. Вот этого номера нет. Даты регистрации тоже нет. Ни этого номера, ни этой даты тоже ничего нет. Отсутствует? Отсутствует должность, фамилия, имя, отчество и подпись главного редактора СМИ. Опять же, заходим на сайт CTV, листаем в самый низ. Кто тут у нас главный редактор? Чубенко В.Л. А вот, кстати, они. Вот у них тут написано свидетельство регистрации, номер, дата. Все есть. Но до старения этого ничего нет. А кто подписал? Некий генеральный директор. Ну, я предполагаю, здесь написано Ярош ИВ. Смотрим выписку Игрюл. Акционерное общество телекомпания Сургутинформ Тире ТВ. Я потом на сайте Роскомнадзора нашел такую информацию, что раньше они как раз и назывались ЗАО телекомпания Сургутинформ ТВ. И плюс еще нашел выписку по состоянию на 24 января 2020 года. Да, на самом деле они вот назывались закрытое акционерное общество телекомпания Сургутинформ ТВ. Но это еще раз подтверждает, что удостоверение подписал именно генеральный директор юридического лица, а не главный редактор средств массовой информации. Кто зарегистрировал юридическое лицо? Администрация города Сургут. Сведения о лице имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица. Да, ну то есть по идее, вот здесь даже если Ярош подписался, вот он Ярош Игорь Викторович, то по идее у Неупокоева должна быть доверенность. Не на какого-то там гражданина К, а именно на Неупокоева Евгения Николаевича, на псевдоним. Вот его должность, генеральный директор. Ну совпадение 100%. Вот токон реквизитов нет. То есть генеральный директор какой-то у ОООшки, а точнее закрытое акционерное общество Сургутинформ-ТВ, именно тире, вот она тире, только тут-то другая какая-то, здесь акционерное общество телекомпании, а в решении суда вообще какое-то ОАО. То есть вообще непонятно, где он работает. Ну получается, вот это удостоверение, это на самом деле удостоверение не журналиста, потому что номинования СМИ, все реквизиты СМИ отсутствуют. А это удостоверение обычного сотрудника закрытого акционерного общества Сургутинформ-ТВ. Отсутствует печать СМИ. У СМИ должна быть своя печать. Ну вот допустим, удостоверение, да? Информационное агентство, Камчатский регион, дата и время, и номер регистрации, все указано. Информационное агентство, Камчатский регион. А здесь что? Здесь закрыто акционерное общество. Сургут информ тире ТВ. Для удостоверений. А тут по большому кругу написано что-то вроде Тюменская область, Хантамансийский автономный округ, Югра, город Сургут. Ну, тоже ни реквизитов, ни номеров, ничего нет. Дальше идем. Отсутствует дата выдачи. Дата действительно с и дата действительно по. Вот смотрите, действительно с действует по. То есть можно это понять, действует удостоверение в данный момент или нет. А здесь вы что видите? А здесь ничего нету. А здесь ничего нету. Вообще отсутствуют слова редакция и журналист. Обратите внимание, вы где-нибудь видите тут слово журналист, редакция, ссылку на закон о средствах массовой информации. Я вот не увидел. Ну, единственное, вот такое подобие ссылки, это корреспондент слова. Ну, корреспондент это иностранное слово. Отсутствует номинование печати реквизита юридического лица. Выпускающего СМИ. То есть даже если, допустим, что данное удостоверение выдано учредителям, некого СМИ, да, где работает, не упокоив, то на этой печати нет реквизитов. Вот написано закрытое акционерное общество. А ни ИНН, ни УГРН, вообще ничего нет. То есть это даже удостоверением сотрудника юридического лица невозможно назвать. Отсутствует адрес телефона и адрес электронной почты, редакции СМИ. Это обязательное требование, если журналист едет за рубеж, а также, ну вот мы видим, да, на ферку написано по-русски. А здесь у нас вот слово «пресс», вот слово на иностранном языке «пресс». Ну, это, наверное, идет отсылка к тому, что они иногда ездят какие-то на специальные репортажи, в специальные области какие-то. И там вот есть приказ Минкомсвязи о том, какие требования к удостоверению международного образца. И там должно быть и на английском, и на русском, но обязательно должны быть адрес телефона и адрес электронной почты, редакции СМИ. Здесь тоже ничего нет. Отсутствие номинования должности журналиста или сотрудника. Ну, вот это вот корреспондент второй категории. Это что? Это кто выдал или что это? Так невозможно. Я извиняюсь, я не по этому делу. И осетрина здесь ни при чем. То есть как-то ни при чем, когда она испорчена? Осетрину прислали второй свежести. Вторая свежесть. Это вздор. Свежесть бывает только одна. Первая. Она же последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая. Должно быть написано должность. А это непонятно что. Отсутствует разряд. Восьмой или девятый. Второй категории корреспондента. Даже если это должность, должен быть указан разряд. Восьмой или девятый. Их всего два для второй категории. Тоже ничего не указано. В общем, вот с такой бумажкой, причем с перевернутой, а чаще всего засунутой в карман. Возможно, в карман. А возможно, вообще отсутствует у него. Вот с такой бумажкой он ходит и утверждает, что он журналист. Это вас кто-то обманул. Но ведь это же помой. Нет. Нет, почтеннейший. Так невозможно. Ну вот, в следующий раз, когда я увижу, я обязательно истребую паспорт. Потому что есть информация, что он, скорее всего, действует под псевдонимом. А вот слова самого Евгения Покоева. Иметь удостоверение и быть журналистом – две разные вещи. Действительно. А не иметь удостоверение – это третья разная вещь. Вот посмотрите на удостоверение журналиста. «Главный редактор, свидетельство о регистрации, номер такой-то, от такой-то даты, действует с такого-то по такой-то, должности, заместитель главного редактора, название информационного агентства, Камчатский регион. В том, что он состоит в редакции информационного агентства. Печать с реквизитами. Все как положено. Все по закону. Все согласно требованиям Минкомсвязи. А это что? Вот что это, вот это вот такое, вот что это? Это стыдно. Нашему обществу сегодняшнему должно быть стыдно. Неужели в союзе журналистов города Сургут этого удостоверения ни разу не видели? Вот меня, как журналиста, просто эта ситуация потрясла. Этой историей заинтересовался и союз журналистов России. Неужели полицейские, которые постоянно взаимодействуют с неупокоимым, ни разу не смотрели вот в этот документ? Я почему-то сразу вспомнила 90-е годы, когда журналистов отстреливали. Ну а теперь давайте посмотрим версию местных СМИ о том, что произошло на штрафстоянке. Три перелома и сотрясение мозга. С такими травмами журналист телекомпании Сургутинформ ТВ вернулся со съемки сюжета о работе штрафстоянки на нефтьюганском шоссе. Вместо того, чтобы ответить на вопросы, репортеры Евгения Неупокоева, трое мужчин, возможно, это сотрудники стоянки, стали вести себя, мягко говоря, агрессивно. Следственный комитет проводит проверку подробностей инцидента в сюжете Марии Лебиги. О штрафстоянке на нефтьюганском шоссе 12-1 редакция Сургутинформ ТВ решила сделать сюжет после того, как появилась информация. Якобы существуют сложности с тем, чтобы забрать оттуда машину. Вроде бы и инспектора приходится ждать, и терминал для оплаты не работает. В общем, время идет и денежки капают. Чтобы выяснить детали, корреспондент Евгений Неупокоев сам отправился на стоянку. То, что он журналист, не скрывал. Скорее, наоборот, предупреждал. Ну да, у меня служебное удостоверение просто в этом. На груди журналиста служебный бейджик, правда, перевернутый. Внешне обычная белая картонка. Он висит вот здесь вот на груди. Я его показал, представился специально и начал задавать вопросы кассиру. Ответить на вопросы кассир не смогла. А вот несколько мужчин, которые находились в той же подсобке, вероятно, хотели высказаться. В тот момент, когда репортер набирал видеоряд, то есть снимал территорию около стоянки, он услышал нелицеприятные эпитеты в свой адрес. В этот момент слышу, как какая-то провокация, просто начинают оскорбления идти в мой адрес, причем матом в адрес телекомпании, и все. Я думаю, ну, надо спросить, может, там мужчина все-таки на камеру скажет свои претензии. Открываю дверь, захожу, спрашиваю вопрос у мужчины. Он просто разворачивается, подходит, ударяет. Я просто не понял, я вообще не думал, что он по камере ударит. Думал, по мне ударит. Так вы со мной-то поговорите, вы зачем про сотрудника Сургут Информ ТВ говорите? Разговор не получился. Один из мужчин выбил из рук репортера камеру, а затем еще двое повалили сотрудника СТВ на пол. Сегодня Евгений Неупокоев на больничном. У него несколько переломов и сотрясение головного мозга. По нашим данным, мужчина, который, судя по видео, выбил из рук камеру, вероятнее всего, это Юрий Артеменко. В 2016 году он был руководителем НКО «Белый медведь». Занимался реабилитацией бывших заключенных. Тогда он с охотой давал интервью СТВ. А вот рассказывать о штрафстоянке, мягко говоря, не хочет. Правда, какое отношение он имеет к этому объекту, пока не ясно. Да, в смысле, конкретно, да, угрозы были, прям конкретно его слова были. Попробуйте сделать материал, попробуй сделать материал, и тебе будет хуже. Это конкретно вот этот мужчина лысый говорил. Более того, угрозы поступали и журналисту информагентства «УРАРУ» Дмитрию Завьялову. Чтобы уточнить обстоятельства инцидента на штрафстоянке, корреспондент позвонил по номеру телефона пользователя Юрия Артеменко ВКонтакте. Как вы можете прокомментировать? Зачем вы это сделали? Повторить. Что повторить? Могу повторить. С кем? С вами. А, то есть вы и меня хотите избить? Алло. Так повторить или что? Так вы мне угрожаете? Пусть будет так. Из-за угроз Дмитрий Завьялов намерен написать заявление о следственный комитет. Там уже проводят проверку по факту избиения Евгения Неупокоева. Этой историей заинтересовался и Союз журналистов России. Его руководитель намерен обратиться к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование происшествия под личный контроль. Совет по правам человека России заинтересовался историей с избиением журналиста СТВ Евгения Неупокоева. Организация намерена следить за тем, как развиваются события и реакции на них правоохранительных органов. Сегодня в следственном комитете проводится проверка по факту случившегося. Напомню, в минувшую пятницу репортер СТВ снимал сюжет о работе штрафстоянки на нефтьюганском шоссе. Со съемок он вернулся с тремя переломами и сотрясением мозга, поскольку несколько мужчин, которые находились в подсобном помещении, буквально скрутили журналиста. Сегодня эта история начинает обрастать слухами и домыслами, благодаря публикации одного из городских интернет-порталов. Главный мессендж-послание, что Евгений Неупаков якобы не представился, когда вел съемку, а значит люди, скрутившие его, не знали, что он журналист. Но это не так. У репортера был на груди бейджик с удостоверением, а перед тем, как взять интервью, он громко и четко назвал себя. Здравствуйте, девушка. Евгений Неупаков, телекомпания «Сургут Информ ТВ». Вы за машиной пришли, или что? Я? Нет, я материал делаю. Я могу не могу сказать. Не можете, да? Костяк просто. Угу, ясно. А как с руководителем связаться? С каким? Ну, у вас же должен быть руководитель. Договаривайтесь, то я на встрече. А как с ним связаться-то? Что это за номер? Поставляйте свой номер. И он со мной свяжется. Наверное. Можно предположить, что несколько мужчин, которые находились в той же комнате, что и кассир, хорошо расслышали имя, фамилию и место работы человека с камерой. Ведь как только Евгений Неупаков пропал с их поля зрения, молодые люди начали произносить нелицеприятные эпитеты не только в его адрес, но и в адрес телекомпании. Ну, а дальше вы уже видели. Юрий Артеменко. Так, судя по всему, зовут директора штрафстоянки. Первым нанес удар репортеру, выбив из его рук камеру. Все это зафиксировано на записи. Случившееся, он комментирует так. Мы его спокойно заломали. После того, как на мужчину было подано заявление в следственный комитет, он решил представить себя в общественном пространстве в роли жертвы. Он даже дал соответствующее интервью. Директор штрафстоянки уверяет, что после пятничного инцидента, мол, у него самого сотрясение мозга. Однако травма не помешала мужчине буквально через несколько часов после происшествия указа штрафстоянки угрожать еще одному нашему коллеге Дмитрию Завьялову, журналисту УРАРУ. Сегодня это громкая история на контроле Союза журналистов России и городского представительства этой организации. Добавим, несмотря на случившиеся, журналисты Сургутинформ ТВ продолжат работу над материалом о деятельности штрафстоянки на Нефтьюганском шоссе. Наша служба и опасна, и трудна. К сожалению, на этой неделе мы в очередной раз в этом убедились. Не командировка в горячую точку, не освещение акции протеста, а съемка рядового сюжета о работе штрафстоянки на Нефтьюганском шоссе. Закончилась для нашего коллеги Евгения Неупокоева больничным. Хотел получить информацию, а получил по голове. Три перелома и сотрясение мозга. Эта история уже получила широкую огласку и активно обсуждается в пабликах. Вопрос, как всегда, забавно прост. А может быть, журналист сам виноват? Полез туда, где посторонним вход запрещен? Разворошило сильное гнездо? Это реальные цитаты пользователей соцсетей, между прочим. Думаю, обсуждать этическую сторону, как и логику смысла нет. Наши представления о том, кто такой журналист, изменились. Теперь это такой белый и пушистый персонаж. Шаркающий ножкой по паркету и, желательно, еще без зубы. И правда, чего поперся в рискованное место? Поэтому без морали Т обратимся к закону. Согласно статье 144 УК РФ, любое нарушение профессионального права журналиста, будь то запрет на съемку или причинение вреда редакционному имуществу фото-видеоаппаратуре, можно расценивать как воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Понятно, что наш корреспондент должен был держать себя в руках. И даже после того, как у него выбили камеру из рук, сдержаться и вежливо обосновать агрессивным нападающим свою позицию. Согласитесь. Когда трое на одного, трудно делать хорошую мину при плохой игре. Что мешало работникам стоянки вежливо попросить журналиста убраться, не нарушая закон. Ну и наконец, где гарантия, что так же радушно здесь не встретят случайно заглянувших в дверь автовладельцев, желающих прояснить какой-нибудь вопрос? Кто в этой ситуации прав, кто виноват, теперь решит следствие. Произошедшим уже заинтересовались в Совете по правам человека, а председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев намерен обратиться к председателю СКР Александру Бастрыкину, чтобы расследование этого дела было взято на особый контроль. Не осталось в стороне и местное журналистское сообщество. Вот меня, как журналист, просто эта ситуация потрясла. Я почему-то сразу вспомнила 90-е годы, когда журналистов отстреливали. И стало страшно. Если охрана может себе позволить выбить камеру из рук или ударить, или палец сломать, это стыдно. Нашему обществу сегодняшнему должно быть стыдно. Обществу, может, и стыдно, а владельцам объекта кажется ничуть. Но если все организовано безупречно, с чего такой переполох и столько волнений со стороны охранников, или кто там еще размахивал кулаками? Наверное, не только журналисты хотят получить ответы на свои вопросы, но и автовладельцы, приехавшие забрать свою собственность. Наш обозреватель, тоже не робкого десятка, Анна Кучма, решила выяснить, есть ли действительно повод для беспокойства. И у кого именно. Рекомендации кардиолога сохранять спокойствие были забыты. Едва Анжела Абзалова вышла из кардиоцентра. Вместо своей машины она обнаружила пустое место. Припаркованный под запрещающим знаком автомобиль эвакуировали на спецстоянку. А дальше началась целая эпопея по вызволению авто. Машина не была опечатана, абсолютно. Ее поставили, привезли. У меня после этого перестала работать фара первая, передняя. Когда я сказала, что у меня наличных нет, мне дали номер карточки. Я спросила, что это за номер карточки. Я сказала, что это карточка нашего главного бухгалтера. Я говорю, то есть вы ООО? Мне сказали, да, мы ООО. А почему я буду физлицу платить? Ну, потому что это наш главный бухгалтер. Правила хранения нарушаются. Инспектора можно ждать часами. Платить только наличкой. С подобным сервисом здесь ежедневно сталкиваются десятки сургутян. Хотя, кого это волнует? Почему у вас терминал отсутствует? Бывают разъявленные автовладельцы, которые дебоширят. В одном из таких случаев и пострелял наш терминал. Однако, судя по отзывам в соцсетях, оплата только наличными – привычное дело для этой компании. А ведь с терминалами не просто удобней, но и прозрачней. Ведь кто его знает, сколько машин заехало на стоянку и выехало с нее. По открытым данным, прибыль ООО «Движение» в 2018 году составила всего 19 тысяч рублей. При выручке – в 10 с лишним миллионов рублей. И это при нашей-то автомобилизации. При том, что на тот период это была единственная компания, оказывающая подобные услуги в Сургуте. Шесть лет лишения свободы грозит директору штрафстоянки Сургута, напавшему на корреспондента «Сургутинформ-ТВ». Накануне городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Все материалы направлены в суд. Служителям ФИМИДы в ближайшее время предстоит изучить все собранные следствием данные и вынести вердикт в отношении обвиняемого в преступлении. Обвиняемый занимает должность директора общества с ограниченной ответственностью, находясь в помещении контрольно-пропускного пункта автомобильной стоянки по улице Нитюгандское шоссе города Сургут. Из личной неприязни к журналисту телекомпании «Сургутинформ-ТВ» в связи с подготовкой к последним репортажам о деятельности общества, а также к целях воспрепятствования профессиональной видеосъемки, нанес журналисту удар в область руки, затем вместе с охранником повалил на пол, после чего нанес локтем удар в область спины. В результате противоправных действий, обвиняемого потерпевшим причинами телесные повреждения. Как вы сами слышали, местные СМИ заявили, что Евгений Непокоев получил сотрясение мозга, однако в решении суда эти сведения отсутствуют, что у него есть какое-либо сотрясение мозга. Решение суда я покажу чуть позже. А вот перелом правой руки Непокоев Евгений, скорее всего, получил в результате нанесения двух ударов по голове директора штрафстоянки, у которого зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. То есть они взяли сотрясение головного мозга директора штрафстоянки и приписали его Непокоеву Евгению. А также два ушиба мягких тканей на волосистой части головы в темно-затылочной области слева. Том 2, лист дела 43-45. Это из материалов уголовного дела. А теперь послушаем версию директора штрафстоянки, его мотивацию. Вот приходит молодой человек, мужчина. Бэджик перевернут в обратную сторону. Кто он такой, вообще непонятно. Представлялся? Он не представлялся, а может и представлялся. Дело в том, что он разговаривал с кассиром. Мы не обратили внимания на него, потому что много ходит неадекватов с телефонами и снимают какие-то тут репортажи. Представляются прокурорами, судьями. В общем, люди разные бывают. Ну, для нас это был очередной неадекват. Если смотреть из кассы на него, то вот этот бэджик, который на нем висит, его даже не видно. Да, вот видно, что человек снимает информационный щит. Там же на дверях написано, посторонним вход воспрещен. Еще раз хочу, чтобы обратили внимание, что бэджик у него перевернутый обратной стороной. Кто он такой, нам неизвестно. Ну, ответили на его вопросы. И все, закрыли кассу. И больше с ним никто не разговаривал ни о чем. Вот видно, как человек воровался в служебное помещение. Снимает на видео. У него выбили камеру. А вот он ударяет. Вот его заламывают. Вот мы его заламываем. Никто его не бьет в этот период времени. Спокойно заламывают. Вот он тянется, что-то хочет достать. Из-за пазухи. Чтобы ослабить его руку, пришлось его ударить по спине. Все, руку заломали. В этот период времени другой сотрудник стоянки вызывает полицию. Вот это видно на видео. Вот его заломали. Вот его... Эта штучка маленькая оказалась камерой. В данный момент я ее рассматриваю. Смотрю, что это такое. Понимаю, что это на самом деле камера. И опять же, он лежит даже не представляется, кто он. При этом всем он лежит, материт нас, угрожает всячески. Ему абсолютно все равно, что он там наделал. Ему все равно, что он мне голову набил. А замахнулся он, получается... Вы просто ударили по руке, да, его? Я хотел выхватить телефон у него. Ну, думал, что телефон... Оказалось, камера. Случайно ее выбил. Он ее поднял. И после этого сразу же начал меня бить. Словами? Словами матершинами и угрозами. В общем, как бы... Все быстро произошло. Тут это все видно на видео. Как оно было. Все, мы его завалили. Никто его избивать не планировал. И не хотел. Все, вызвали полицию. Сидим, дожидаемся полиции. В данный момент он нас убеждает, что он, типа, успокоился. Больше никого бить не будет. Кидаться не будет. Но еще при этом кричит. Поэтому мы, как бы, этот... Не особо его торопимся из этого положения выпускать. Ну, вот он лежит. Успокаивается. Вроде нога на ногу. Ну, смотрим уже по голосу. Вроде бы человек успокоился. Я ему сказал... Ты посмотри, что ты наделал. Как бы там ни было, тебе право никто не давал руками махать. И кто знал, что ты вообще журналист? Покажи мне, говорю, удостоверение. Удостоверение он мне так и не показал по сей день. То есть я его и не видел. Я не могу достоверно утверждать, что он журналист. Или не журналист. Он угрожал. Потом я ему, когда объяснил, что на самом деле побои нанес он. И руку свою сломал от меня он сам. Никто его там по руке не бил. Когда он в это уже сам понял, что он натворил. Мы прошли с ним на улицу покурить. Сели ко мне в машину. Посидели, покурили. Он мне рассказал, что он там занимался тайским боксом. Боец. Что планировал вырубить сходу. Что у него не получилось. Попросил, чтобы уладить конфликт без полиции. У нас по регламенту положено сразу же вызывать полицию в таких ситуациях. Она и была вызвана. Звонок в дежурной части зафиксированный. Наш вызов. Потом он уговорил меня, чтобы полицию не вызывали. Что давай по-мужски поговорим. Ну мы поговорили по-мужски. Руки пожали. На этом мы разбежались. Спокойно все разъехались. Он попросил, что ему надо снять репортаж. Мы ему дали интервью. Ну а так как мы по-мужски все замяли. Вызов мы отменили. В дежурную часть позвонили и сказали, что разобрались своими силами. Что конфликт исчерпан. После этого мы все разъехались уже когда. Мне поступил звонок на телефон. И было сказано, что на меня написано заявление за избиение. Я конечно был в недоумении, какое избиение, так как я никого не бил. И все, ну не мог поверить до последнего момента, что это именно этот человек вызвал полицию на нас и написал заявление. Ну когда я уже явился сюда на стоянку, тут был уже полон двор полиции. С нами обращались как с подозреваемыми. Изъяли видеорегистратор. Забрали всех участников этого конфликта в ГОМ-1. После ГОМ-1, когда я оказался, я тоже написал на него встречное заявление. Так как наши договоренности рукопожатия тут уже не имеют смысла, потому что человек написал на меня заявление. Я написал на него встречное заявление. После ГОМ-1 нас отвезли в следственный комитет. То есть это все длилось часами. Мне было очень плохо в этот период времени. Действительно, у меня кружилась голова. Тошнота. Голова не просто кружилась, а потом она начала уже от этого стресса трескаться. Мне казалось, что вот-вот она взорвется изнутри. Меня свозили на судьмедэкспертизу. Зафиксировали побои на голове. После следственного комитета меня отпустили. Я пошел в травматологию обратиться за помощью. Ну и просто очень сильно голова болела. Врачи диагностировали сотрясение головного мозга. Ну мне уж пришлось пойти на больничный. Он так и спрашивал, на основании чего мы выдаем машины, в какие сроки, почему у нас нет терминала. В общем-то, как бы вопрос, вот 3-4 вопроса буквально он таких задал. Ему кассир дал внятное пояснение на каждый вопрос. Как гражданину, не как журналисту. Никто не знал, что он журналист. Даже если бы он, как бы, и сказал об этом, у нас журналистами нету проблем. Потому что, когда журналисты хотят снять какой-то репортаж на нашей стоянке, а так они и снимали их, и не один репортаж такой был, они приходят, либо звонят заранее, либо ставят уже перед фактом, что они пришли снимать репортаж. Обозначают себя как журналистов, то есть показывают документы. Ну, некоторых журналистов мы уже знаем в лицо, там они требуются, документы от них. И спокойно снимают свои репортажи. Этот человек не просил интервью с нами записать до этого конфликта. После этого конфликта он сказал, что он журналист, и ему надо сделать репортаж. Мой заместитель дал ему интервью по всем вопросам, которые его интересовали. После этого конфликта, да, мы ему дали интервью. По-нормальному разошлись, и потом... По-мужски, он еще раз убедился, что мы не вызывали, ну, не будем писать на него никаких заявлений, обращаться... Он настаивал, чтобы мы не обращались в полицию. А почему вот он просил, чтобы не обращались, как думаете? Дело в том, что он сам прекрасно понимает, и на наших видеокамерах зафиксированный факт, что он не представлялся журналистом. И по видеонаблюдению, по нашим камерам, видно, что он не представлялся. Когда он ворвался в служебное помещение, в кассовую зону, на дверях крупными буквами написано «посторонним вход воспрещен», он сразу же начал предъявлять, что якобы мы тут сидим и кого-то оскорбляем. И снимать это все на телефон, ну, как это позже выяснилось, что это камера, снимать все на телефон... Ну, и для меня он не был тогда журналистом, он для меня был очередным неадекват. Бить его вообще, в принципе, никто не бил. В этом помещении находятся очень важные документы на каждую единицу техники, которая располагается на стоянке. Помимо важных документов, тут расположен вот журнал регистрации учета задержанных транспортных средств, журнал регистрации хранения вещественных доказательств, журнал регистрации хранения бесхозяйных транспортных средств. И, конечно же, так как это касса, тут расположены денежные средства. Вот у нас касса, вот кассовый аппарат, который мы работаем. Тут посторонний просто, в принципе, не должен находиться ни в коем случае. Ну, в принципе, вы его, получается, на видео, как будто вы его прям ударили, но удара как такового вы ему по камерам увидели не было. То есть был удар по руке, чтобы... Да, на самом деле я хотел выбить у него камеру, чтобы прекратилась съемка. И все. Камера упала, он ее мог спокойно поднять, если мы нарушили какое-то законодательство, вызвать полицию, написать заявление, и мы бы отвечали в рамках закона. Но он предпочел другой вариант. Он предпочел поднять камеру с криками и матершинными словами. Начал избивать меня. Охранники среагировали. Я тоже. Все это быстро мы попытались его заломать. Он пытался левой рукой что-то достать из-за пазухи. Я ему препятствовал как мог всячески. Другой рукой занимался другой охранник. Мы его так, в общем-то, повалили на пол, но он продолжал что-то пытаться достать из-за пазухи. Мне пришлось его ударить по спине локтем, ну, чтобы он руку расслабил, не с целью его избить. Он расслабил руку, я забрал его руку, закрутил ему, и после этого стали дожидаться приезда полиции. В процессе, вот в этом, который происходил после конфликта, я узнал, что этот человек уже участвовал в подобной ситуации на кафе «Трехсемерка», где именно он провоцировал конфликт. Ты мне в поле, ты что на меня кидаешь? Ну, что ты на меня кидаешь? Ты что на поле садишься? Вот телефон мой забрал. Делай со мной так же. Тебе сказал, что ты не в поле. Работа. Телефон отдайте мне, пожалуйста. Я почему-то уверен, что эта ситуация не что иное, как конкретно спровоцированный конфликт. Причем спровоцированный конфликт с той целью, чтобы завести уголовное дело, а не как-то там кого-то тут подраться или избить. То есть человек не ожидал, что у нас рабочее видеонаблюдение, он не подозревал, что у нас тут снимают камеры, хотя у нас везде написано, что у нас ведется видеонаблюдение. По всей видимости, он рассчитывал спровоцировать конфликт и вывести нас, как недобропорядочных работников спецстоянки, извергов, и преподнести это общественности уже в том свете, в котором он, собственно говоря, его и преподнес. Что его бедного, несчастного тут избили. Я считаю, что мы действовали в рамках закона. Никто тут его не избивал. Еще раз хочу подчеркнуть, что руку, вот эти переломы, которые он выложил, в интернете, что якобы у него там переломы, руку ему сломали, руку он сломал об мою голову. И любой маломальский понимающий человек, откуда могут вообще такие травмы появиться, он поймет, что эти травмы именно от ударов. То есть вот он как меня бил в голову, так он себе и разломал эту руку. Мы с ним дважды руки пожали по его просьбе. Мы отозвали полицию. Дважды руки пожали. Все по-мужски было решено. Ничего страшного, я там полечился бы. Как, в общем-то, сейчас я это делаю. У меня там много лекарств выписали. Врачи это все сейчас дорого. Ну, я бы полечился. Ничего страшного, так как руки пожали. Ну, а так как он написал заявление, я теперь хочу, чтобы он мне полностью все компенсировал, включая тот вред, который он принес, когда выложил мое лицо в интернет на всю страну, обозначив меня тут каким-то деспотом, беспредельщиком, нарушителем закона. Он меня оклеветал. Причем в полном объеме этого слова. Облить-то грязью человека легко. Сложно отмыться. Таким людям, как он, даже нельзя называться журналистами. Он самый, что ни на есть, настоящий отморозок. Он не может быть журналистом. Как он может снимать репортажи, когда этот человек должен в первую очередь показывать общественности, как надо вести себя в рамках закона и по закону. Так, ну давайте подведем итоги. Короткое содержание. Кто-то сказал, они кровожарные люди. Не Артеменко, а кто-то. И про кого-то. Они кровожадные люди. Е. Я предполагаю, что это Евгений Немпокоев. Ведомый обидой от высказанных слов, и воспринимая это как личную обиду, ворвался в кассовые помещения. Это не мои слова, это цитаты из материалов уголовного дела. Конкретно из решения по уголовному делу. Артеменко воспринял предмет, похожий на газовый баллончик, как угрозу... Ну, я потом поясню, что видеокамера очень похожа на газовый баллончик. Как угрозу для себя и лиц, находящихся в кассовом помещении. И выбил камеру из рук Е. Е. нанёс УМУ дважды удар по голове. Наверное, своему. Я не знаю, ну, сотрудники суда, секретарь, наверное, неправильно напечатали. Ему, наверное, пытались написать. Ну, получилось УМУ. Правда, кому не написали. Чьему УМУ, точнее. Артёменко нанёс удар правым локтем по сменению Покоева. Это есть на видео. Сейчас посмотрим, будем изучать. Вообще, я очень сильно сомневаюсь, что, неупокоев, получил три перелома. Ну, сотрясения мозга у него-то точно не было, судя по решению. В общем, нашёл это решение недавно. В самом решении некий гражданин К. упоминается 105 раз, а некий корреспондент Е. упоминается всего лишь 5 раз. Ну, мы потом увидим взаимосвязь между этими К и Е. Так, решение по делу. Номер 1, 548, дробь 2021. Значит, 5 апреля 2021 года состоялось судебное заседание. Так. Рассматривал судья Люпина и пресектора Голямовой. С участием защитника, подсудимого и некого потерпевшего К. Почему они его скрывают? Мне интересно. Вот тут первый раз звучит вот этот потерпевший К. Так. Рассматривал в открытом судебном заседании, в общем порядке, так, 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 в отношении Артёменко, по части 3 статьи 144 УК РФ. Чего же они ему вменяли? Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Это часть 3. Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, соединенные с насилием над журналистом и его близкими, либо повреждением или уничтожением имущества, равной угрозой применения такого насилия. До 6 лет. С использованием своего служебного положения. Так, ну я многое буду пропускать, потому что здесь 10 страниц. Быстренько пройдемся. Около 13 часов, в такую-то дату, услышав через закрытую дверь кассового помещения, разговор на находящихся там лиц, с нелестными отзывами о репортерах, не говорится каких именно, не о конкретно, а не упакове. Е-точка. Вот он уже тут превратился. А, вот он, корреспондент Е. Ведомый обидой от высказанных слов. Ты в зоопарке был? Там верблюд видели? Верблюд. Обиделся. Интересная формулировка. Несмотря на вывеску на двери в кассовое помещение, там было написано, посторонний вход воспрещен, производя видеосъемку и потребовал от присутствующих лиц высказать все ему на камеру. Артем Минка, находясь в непосредственной близости от Ка, воспринимая портативную камеру, находящуюся в его руке, как предмет, похожий на газовый баллончик. А мы видим, что действительно, это уникальная камера, она единственная в своем роде, я других таких не видел, она вот держится именно так, как держится газовый баллончик. И по габаритам, и по структуре, и по цвету очень похожа на газовый баллончик. Либо предмет, который, возможно, причинить вред здоровью. А следовательно, как угрозу для себя, лист, находящийся в кассовом помещении, выбил камеру из рук Е, думая, что это газовый баллончик. Но мы слышали, да, что Артем изначально говорил, что это телефон. Ну, понятное дело, говорить под видео – это одно, а давать свидетельские показания по уголовному делу, либо на допросе под статьей 306, 307, 308 у КРФ за заведомо ложный донос – это совсем другое дело. То есть, он, скорее всего, посоветовался с правозащитниками, и они реально поняли, что лучше говорить именно вот так, что похоже на газовый баллончик. Но он на самом деле похож на газовый баллончик. А Е, точка, подобрав камеру, нанес удар в область головы Артеменко. А дальше по тексту будет два удара. Вот тоже никто не выяснял, сколько ударов было – два или один. В свою очередь Артеменко и охранник вытолкали Ка в клиентскую зону, где, применив насилие, стали пытаться провести прием-загиб руки за спину. Ну, вы сами слышали, что Артеменко понятия не имел, что это журналист, врывается какой-то мужчина, держит в руках предмет, похожий на баллончик газовый. Рядом касса, рядом деньги, рядом женщина. Что он хочет – непонятно. Ну, естественно, он этот баллончик выбивает, чтобы он не успел кнопку нажать. А дальше, не упокоив, вместо того, чтобы вызвать полицию и разобраться, он берет и наносит удар, как минимум один в голову Артеменко. И, скорее всего, из-за этого удара он и мог поломать руку. Хотя я сомневаюсь, что он вообще что-либо ломал. Ну, дальше они его, естественно, скрутили, потому что хрен знает кто такой, тем более, что он левой рукой начал тянуться в карман. А что он мог достать? Да всё, что угодно. Мог ножик достать, мог пушка какую-то достать, а мог ещё что-нибудь посерьёзнее достать. Вот поэтому и решили ему руки заломать. А он ни в какую сопротивлялся. Ну, и получается, нанёс, заведомо полагая, что его действиями могут быть причинены телесные повреждения, безразлично относящаясь к их последствиям, силой и локтём нанёс удар в область спины. Да там, когда было время осознавать? Если предполагаемый грабитель тянется в карман за чем-то, так его на самом деле надо обезвреживать как можно быстрее, чтобы он, не дай бог, что-нибудь не достал и не применил. Тем более, что видно, что удар был нанесён, хоть и видно с большим замахом, но учитывая, что там пуховик, свитер, ремень, возможно, ещё какая-то одежда, я сомневаюсь, что такой удар мог поломать два отростка на спине боковых. Кстати, если внимательно изучить, куда был нанесён удар, ну вот, судя по медицинской экспертизе, это отростки именно третьего и четвёртого позвонка, то есть вот они, вот эти два, именно слева. Обратите внимание, что это вот как раз между ними максимальный изгиб, то есть пояс где-то примерно вот здесь находится, ремень обычно вот здесь вот, то есть буквально 5 сантиметров выше пояса. Здесь вот это, ну где-то вот в этой области, вот прям чуть-чуть выше пояса, вот в эту область, вот слева, вот сюда вот, должен был быть нанесён удар. А теперь смотрим внимательно. У неё левая рука заведена за плечо, не упокоила. Вот он делает замах, приподнимается и наносит удар. Куда? Ну вот примерно вот в эту область. А третий и четвёртый позвонок, они находятся вот здесь вот. Достал бы он до этого места, я вот не вижу, что он до того места достал. Потому что локоть у него сильно прижат к себе. То есть он ему удар примерно вот в грудные позвонки, где-то в район 9-10, может даже чуть выше, где-то 7-8 нанёс. А они пишут, что именно третий, четвёртый. Так тут расстояние примерно 30 сантиметров. Никто даже следственный эксперимент не проводил. Возможно ли нанести из такого положения удар именно по третьему и четвёртому позвонку и сломать его вообще? Причём два одновременно. Тем более, что если бы удар был настолько мощный, непокоив бы, наверное, сразу бы выпрямился от боли. По его телу видно, что он даже не среагировал на этот удар. Ну и в результате гражданину Ка согласно заключению эксперта причины телесные повреждения в виде закрытых переломов левых поперечных отростков, третьего и четвёртого поясничных позвонков. Вот такую фотографию нашёл в интернете. Это не снимки не упокоил, это просто вот показать вам, да, что где примерно бы это. То есть вот с этой стороны, с левой, вот тут вот вроде правильно показано, где-то как-то вот так вот примерно типа были сломаны. Ну, мне кажется, острым локтём очень трудно попасть сразу по двум отросткам. Причинивший средней тяжести вред здоровью человека по признакам длительного расстройства свыше трёх недель более 21 дня. Артёменко вину свою в объёме предъявленного обвинения не признал. Ну вот ещё раз читаем. Вход в кассовое помещение по сторонам лицам запрещён, о чём имеется на двери и соответствующая табличка. После разговора кассир закрыла окошко кассы и сообщила, что приходили и СМИ и связала данный приход с недавним конфликтом, возникшим с сотрудником СМИ. А кто этот сотрудник СМИ? Которая я обещала негативный репортаж. Ну, в итоге этот репортаж вышел, и вот он. Едва Анжела Абзалова вышла из кардиоцентра. Вместо своей машины она обнаружила пустое место. Припаркованный под запрещающим знаком автомобиль эвакуировали на спецстоянку. А дальше началась целая эпопея по вызволению авто. Машина не была опечатана. Абсолютно. Её поставили, привезли. У меня после этого перестала работать фара первая передняя. Когда я сказала, что у меня наличных нет, мне дали номер карточки. Я спросила, что это за номер карточки. Сказали, это карточка нашего главного бухгалтера. Я говорю, то есть вы ООО? Мне сказали, да, мы ООО. А почему я буду физлицу платить? Ну, потому что это наш главный бухгалтер. Он высказал своё мнение о сотрудниках СМИ, что все они являются кровожадными. В это время в двери служебное помещение распахнулось, и в помещение ворвался К. И, держа в руке предмет цилиндрической формы, стал агрессивно высказывать претензии. Приняв данный предмет за газовый баллончик, он ладошкой выбил данный предмет, потому что видел, что данный предмет может причинить вред его здоровью либо здоровью его сотрудников. Гражданин К. поднял данный предмет, оказавшийся в видеокамере, и нанёс уму, уму непостижимо, как пишут протокола и решения. Ну, наверное, ему. Ему дважды удар по голове. Опять дважды. То однажды, то дважды. Он от ударов, у него помутнело сознание, и он упал в холодильнику. Грамотность русского языка вообще на высоте. То есть, удар был мощный. Если он на самом деле был этот удар, то он был настолько мощный, что человек отлетел за холодильник, и, скорее всего, не упокоив, если он и поломал свою руку, то именно от этого удара. Сам себе поломал, потому что он мог и не наносить такой удар по голове. Так, поднявшись, стал помогать своему охраннику и с целью остановить действие Ка, стали пытаться повалить его на пол. Стал сопротивляться тогда, он нанёс ему расслабляющий удар по спине, именно по причине того, что он тянулся в левый карман. А он оттуда мог достать всё, что угодно. От такого последний обмяк и позволил завести его руки за спину. Но не сразу обмяк. Он спокойно по одной ноге выпрямил и лёг на живот. Ка стал кричать, что он всё понял, что он журналист. Ребята, ну вы же нарушаете законы, блин, я журналист так и так. И стал просить их отпустить его. Они убедились, что Ка успокоился и отпустили его. После этого он зашёл в служебное помещение, Ка остался в клиентской зоне и кому-то стал звонить по телефону. Никто его не удерживал, и он мог спокойно уйти. Затем он вышел и стал беседовать, выяснив, что Ка пришёл снять репортаж о стоянке и просил вот тоже вот эти сотрудники суда, куда смотрите, в решении это фамилию пропустили. Напечатана полностью фамилия. Ответить на вопрос Ка, так как сам себя плохо чувствовал. Никакого действия, препятствующего деятельности Ка, он не предпринимал, о том, что Ка является репортером, он не заявлял, а бейджик репортера он увидел только после произошедших событий. Да даже если бы увидел, мы с вами видели, это вообще не то, что даже на бейджик репортера не похоже. Вину свою он не признаёт, так как пресекал противоправные действия Ка и действовал в пределах самообороны. Ну, очень хорошая, очень сильная позиция. Доброшенный в ходе судебного следствия, потерпевший Ка-точка. Суду показал, что он состоит в должности корреспондента данные изъяты, работает под псевдонимом Е-точка. Опа! То есть, Евгений Непокоев на самом деле является потерпевшим Ка, тот самый гражданин Ка, и работает под псевдонимом Опа-на! И свою деятельность осуществляет на основании ФСЗ о средствах массовой информации в качестве удостоверения использует специальную табличку. Ну, это даже табличкой не назвать невозможно. Находящийся на его на груди с надписью непонятно какими. Так, в утреннее время он получил задание от шеф-редактора Д, я предполагаю, это Диана Козлова, о необходимости собрать материал по жалобам граждан, а не сотрудников того же Сургутинформ.ТВ, а не обоснованном затягивании выдачи автотранспорта со штрафстоянки расположенной по адресу такой-то доставляет автомашины по административным материалам. Я вижу прямую связь злоупотребления должностными полномочиями в личных интересах какой-то признаки корпоративного корпоративного коррупционного сговора. Не заявил в полицию и в надзорные органы, а пошел сам разбираться, кулаками махать. Около 12 часов 30 минут он прибыл по указанному адресу и использовал портативную камеру ДДЖАЙ. Ну тут опечатка, я вам эту камеру показывал. Так, дальше то же самое, кассовые помещения, посторонний вход запрещен, услышал нелестные отзывы о журналистах, именно СТВ, это он так утверждает. А следствием не установлено, что именно СТВ. Его данный факт оскорбил, именно его обителься. Говорилось-то вообще, в общем, кто и кто-то сказал, они кровожадные люди. А не упаковыв, почему-то на свой счет воспринял это. Его данный факт оскорбил. Обителься. Так, 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 это дальше мы все видели, произвел удар в их сторону. Он, чувствуя опасность для себя, наотмашь произвел удар в их сторону. А какая опасность? Ну, выбили у тебя предмет, похожий на газовый баллончик. И что? В чем опасность-то? И почему обязательно в голову бить? Ну, видя, что их там трое, смысл одного врубать, если двое других все равно тебя заломают. В это время, так, охранник Артеменко, так, он стал говорить, что он журналист, они нарушают закон о СМИ, ну, это любимая фраза, не упаку его. Ребята, ну, вы же нарушаете закон, блин, я журналист, так, так. Так, при этом Артеменко с агрессией высказал ему угрозу физической расправы. Ну, вот этот факт вообще никем даже после выбивания из рук видеокамера не упаку его, продолжает снимать. Но на этой видеокамере вот этот факт не зарегистрирован. Хотя он это утверждает. Ну, ничем не подтверждает. Боясь продолжение агрессивных действий. Он сказал, что негативного материала не будет. Ну, Артеменко сказал, что он вообще дважды руку пожал. Как минимум дважды, я предполагаю, что он именно правой руку пожал. Ту самую, которую он якобы сломал. А как бы он сжал руку, если бы он руку сломал. Затем все успокоились, предложили ему кофе и дали пояснение по поводу деятельности стоянки. Фактически он не хотел продолжать репортаж и оставался с целью, чтобы его спокойно отпустили. То есть, сам оставался. После этого он обратился в медицинское утверждение, где ему был поставлен диагноз закрытый перелом левых поперечных отростков третьего и четвертого поясничных позвонков. А про руку ни слова, а про ушибы на голове ни слова. Как он так? Так, дальше кассир поясняет, что гражданин Ка дважды ударил Артеменко кулаком в голову. Вот опять дважды. Так, так, так. Посторонним вход запрещен. Через некоторое время мужчина отошел от кассового окна и кассир закрыла дверь окна и сообщила, что приходили и СМИ и высказала предположение, что его приход связан с недавним скандалом, который устроила женщина по поводу эвакуации ее автомобиля и которая грозила прессой. То есть, это явное злоупотребление должностными полномочиями, говоря, что она сотрудница СМИ. Ну, это какой-то, я не знаю, какой-то казанострый информ ТВ, что ли? Ну, вот она тоже говорит, что Артеменко завалился на холодильник. А, это охранник все пояснял. Свидетель Ка. Через некоторое время все успокоились, он отменил вызов полиции и ответил на вопросы Ка, после чего Ка ушел. То есть, ну, вот подтверждаются слова Артеменко, что они договорились по-мужски и вызов полиции был отменен. А что делать не упокоив? Жмет сломанной рукой как минимум дважды руку директору, договаривается по-мужски, быстро бежит в травматологию и получает справочку и заявляет в полицию о том, что у него три перелома. Вот еще два раза фамилию кассира не убрали. Так, гражданин Ка ударил кулаком Артеменко в область головы дважды. То есть, те, кто находился в кассовом помещении, говорят, что в область головы дважды был нанесен удар. Никаких угроз относительно деятельности гражданина Ка от Артеменко он не слышал. Сторона обвинения предоставила следующие документы, свидетельствующие о трудовых отношениях между гражданином Ка как корреспондента второй категории. Это вот и есть. Вот он, не упокоив-то. Под псевдонимом не упокоив-то. И ОАО. А кто такое ОАО? На тот момент это было ЗАО. Закрытое акционированное общество телекомпания. То есть, что это за фирма вообще непонятно. Запись КУСП том 1 лист дела 51 свидетельствующая об обращении гражданина Ка в ГИБД почему-то. А при чем тут ГАИ? Почему не в полицию? О конфликте на стоянке по адресу. Интересно. Справка обращения Ка в 1450 и установленным диагнозом закрытый в колоченный подголовчатый перелом четвертой пясной кости справа. Так, вот нашел тоже примерную фотографию из интернета. Это вот перелом вот этой вот как раз четвертой кости. Только здесь нарисовано со смещением. А у него какой-то подголовчатый. Либо вот здесь вот, но скорее всего вот здесь вот. то есть ближе вот это подголовчатый называется перелом и без смещения. Но я на самом деле сомневаюсь, что у него вообще какой-то перелом был. Так, закрытый перелом поперечных отростков, третий, четвертый поясничный позвонков. Все. Сотрясения мозга нет. А местные СМИ говорят, что у Неупокоева было сотрясение мозга. Съемка закончилась переломами и сотрясение мозга. Три перелома и сотрясение мозга. У него несколько переломов и сотрясение головного мозга. Говорят, что у Неупокоева было сотрясение мозга. Так ему по голове вообще никто не бил. Так, запись Куиспы, номер такая, свидетельствующая об обращении Ка в травматологическое отделение с травмой. То есть он зачем-то в ГИБД позвонил и поехал в травму. Так, в ходе обыска в кассе обнаружены деньги в сумме 20494 рубля. То есть деньги там на самом деле есть. Ну, были на тот момент. Протокол выемки фототаблицы к нему, в ходе которой ГИБД изъят аудиозапись сообщений поступивших дежурную часть. Причем тут ГАИ вообще не понимаю. Аудиозапись дежурной части ГИБД установлено, что сообщение о вызове полиции на стоянку ввиду нарушения порядка на второй аудиозаписи установлено отмена вызова. А, это возможно охранники в ППХ позвонили именно в ГИБД. Вот тут правильно указано название видеокамеры DJI просто не полностью там она покет что-то называется типа карманная. Так вот на видео следователи что установили? Один из пяти голосов неизвестно кто говорит они кровожадные люди. Про кого не написано? А не упокоив что говорит? Так вы со мной поговорите зачем вы про сотрудников ну данные изъяты но мы-то слышали Сургут Информ ТВ говорите где вот здесь про Сургут Информ ТВ что-либо и про него конкретно. Ты в зоопарке был? Там верблюд видел верблюд обиделся Так ссадина от удара от удара в область пясного фалангового сустава воздействие по оси пясной кости то есть по оси вот вот как раз направление удара вот так и пришлось то есть он скорее всего сам себе поломал даже если предположить что у него был этот перелом то он сам себе его нанося удар сам себе поломал руку Переломы левых поперечных отростков в результате разрыва костной ткани так 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 ссадина трение скольжения воздействие под углом все опять никаких сотрясений мозга нету Получил по голове три перелома и сотрясения мозга Так за несколько часов до обращения за медицинской помощью и рентгенограмма то есть он буквально сразу поехал в травматологию все регистрировать сразу же буквально через час там уже а вот у Артеменко как раз таки есть закрыта черепно-мозговая травма сотрясения головного мозга два ушиба мягкой ткани на волосистой части головы в теменно-затылочной области слева вот как раз от удара правой рукой не упакою телесные повреждения могли ли быть причины от воздействия твердого предмета ну допустим руки под прямым углом или близки к нему и общего сотрясения головы ну очень похоже на удар правой рукой и эксперт оценил это как легкий вред здоровью а дальше что они делают они статью 144 УК РФ переквалифицируют статью 112 УК РФ читаем органами предварительно в следствии действия Артеменко квалифицированы по статье по части 3 статьи 144 как воспрепятствование законной и персональной деятельности журналистов путем предложения к их отказу распространения информации соединенные с насильным на журналистам с угрозой применения такого насилия изученные в ходе судебного следствия доказательства не позволяют суду согласиться с данной квалификацией по следующим основаниям как следует из представленных доказательств к являясь корреспондентом второй категории ну вот вот он вот он не упокоив то под именем к или под фамилией к состоял в трудовых отношениях и на основании получено задание прибыл так 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 действия в соответствии с конституцией и средствах массовой информации он включил видеокамеру и начал произведить запись будущего клиентской в клиентской зоне так 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 представившись кассиру надлежащим образом не показав удостоверения я не считаю что это надлежащий образ ну а дальше суд приходит к выводу что Артеменко не мог слышать о том что гражданинка является корреспондентом и не знал как он выглядит то что он во первых не видел через маленькое окошко кассы а во вторых он из-за включенного телевизора тут вот пишется не слышал что он вообще там говорил в руках держит предмет цилиндрической формы портативную видеокамеру которую несведущий человек может принять за иной предмет в том числе и за баллончик к такому выводу пришел суд с видеофайла оператора слышно что в кассовом помещении ведется речь о кровожадных людях ни слова о средствах массовой информации ни слова о Сургут Информ ТВ ни слова о корреспондентах журналистах не упокоив Евгении то есть просто где-то какие-то кровожадные люди после этого Ка без разрешения не представляясь входит в кассовое помещение требует ну забыли что написать что открывает дверь дверь была закрыта не стучась он ее открывает и заходит Артеменко выбивает камеру и последний подняв ее наносит из рук Ка и последний подняв наносит удар кулаком правой руки в сторону Артеменко что прослеживается с камеры видеонаблюдения расположенной в кассовой зоне как следует из диспозиции 144 УК РФ Субъект данного преступления должен воспрепятствовать законной деятельности журналистов Так-так-так Посягательство должно быть направлено на законную профессиональную деятельность потерпевшего журналиста Подобная конструкция состава предполагает что потерпевший должен обладать рядом обязательных признаков Во-первых потерпевшим может выступать исключительно физическое лицо выполняющее функции журналиста Во-вторых посягательство должно причинить вред и создать угрозу причинения вреда возможно нормальной профессиональной деятельности потерпевшего а не только и не столько его телесной неприкосновенности и его имуществу В-третьих потерпевший должен заниматься профессиональной деятельностью в настоящем распространять и отказываться от распространения конкретной информации неугодной виновному или иметь намерение на совершение указанных действий И наконец деятельность потерпевшего журналиста по распространению информации должна быть законной Признаки характеризующие потерпевшего не составляют определенного элемента состава преступления и могут относиться к различным элементам состава, к объекту преступления. В сознании виновные не имеют уголовного права значения и не имеют влияние на уголовную ответственность. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что при наличии вышеуказанных признаков у потерпевшего его деятельность и статус должны быть понятны окружающим лицам, в том числе виновному лицу. Как следует из доказательств, изученных судом, Артеменко не воспрепятствовал и не понуждал к применению гражданина Ка при осуществлении им сбора материалов для репортажа в отношении данной изъяты к каким-либо действиям, связанным с его профессиональной деятельностью и спокойно, беспрепятственно производил видеосъемку, беседовал с сотрудниками общества. Однако, услышав нелестные отзывы о сотрудниках СМИ, ему, наверное, опять показалось, вот только с его слов, что про сотрудников СМИ было что-то сказано. Там говорилось про кровожадных людей. Вот он, наверное, настолько, наверное, привык слушать подобные слова в свой адрес, что он уже, наверное, на абсолютном автомате их воспринимает как личную обиду. Он ворвался в помещение кассы и потребовал от лиц находящихся. Это суд пишет, это не мое мнение, это вот. Воспринимает это как личную обиду. Таким образом, действия Ка уже носили личный характер, выходящий за пределы полученного им задания и не связанные с ним. То есть он не как корреспондент ворвался в помещение кассы. Помещение кассы должно быть изолировано во время операции, двери кассы должны быть закрытыми, в помещении кассы должен быть запрещен доступ к посторонним лицам. Дверь была закрыта, табличка вывешена. И он ее прекрасно видел. Нет, он зашел. Следовательно, врываясь в помещение, куда доступ к посторонним гражданам запрещен, не обозначая себя как специального субъекта, действующего в рамках своих полномочий, и не объясняя своих действий, Ка вышел за рамки своей профессиональной деятельности, ну это превышение, либо злоупотребление своими должностными полномочиями. Нарушил пункт 10 статьи 49 закона Российской Федерации о средствах массовой информации, часть 3 статьи Конституции РФ, осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Получается, он нарушил и спровоцировал действия Артеменко, то есть провокатор, принявшего находящийся предмет в руках гражданина Ка, портативную камеру, как угрозу для лиц, находящихся в кассовом помещении, а действия Ка, как возможное нападение на кассу. Так, в этой связи Артеменко выбил камеру из рук, в ответ на это Ка нанес удары. Удары, мне пишется сколько ударов, 2, 3, 10, сколько? Удары Артеменко, что подтверждается видеофайлами, просмотрами судом, показанием свидетелей и заключением эксперта, установившим телешные повреждения у последнего. Возможность причинения данных ударов не отрицал и сам Е-точка в судебном заседании. Я вообще ничего не пойму, он даже со своим именем и псевдонимом определиться не может. То он Е, то он К. Так, после того, как К. сообщил, что он является репортером и собирает материал, Артеменко отпустил его и охранник, и он сразу же имел возможность покинуть помещение КПП, о чем свидетельствуют записи из камеры видеонаблюдения в клиентской зоне, файл номер какой-то. И данные обстоятельства противоречат показаниям потерпевшего о том, что он боялся последующих действий Артеменко. Ну это вот вообще нигде не зафиксировано. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что Артеменко, причиняя телесные повреждения, К. действовал не в связи с профессиональной деятельностью потерпевшего, а на почве личных неприязненных отношений. Откуда у него неприязненные отношения-то? Он понятия не имел, кто это такой. Ворвался с каким-то похожим на баллончик предметом. После нанесения ему удара, что исключает квалификацию по части 3 статьи 144 УК РФ. Вот так. Кроме того, уголовное дело в отношении Артеменко не возбуждалось, а следовательно суд не выходит за пределы возбуждаемого... Не возбуждалось? А почему суд тогда состоялся? Уголовное дело вообще не возбуждалось? А следовательно суд не выходит за пределы возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 112 УК РФ. А, они изначально по 112 возбудили. Но на сайте суда почему-то рассматривали именно по части 144. Одновременно подлежит исключению из объема обвинения указания на телесные повреждения УК, не повлекшие вреда его здоровью, а также на телесные повреждения, не связанные с ударом по спине потерпевшего. То есть перелом руки исключили из объема обвинения. То есть это не вина Артеменко была, что он себе поломал руку. Он сам ударил. Рассмотрев доводы Артеменко о том, что он причинил вред здоровью потерпевшего в связи с задержанием лица совершившего преступления в статье 38 УК РФ, а также то, что он действовал в пределах крайней необходимости, позиция очень хорошая. Залетает неизвестно кто. Суд считает, что действия Ка не носили преступный характер, а угроза для Артеменко со стороны Ка носила мнимый характер. В смысле мнимый? Он ему по голове черепно-мозговую травму нанес. То есть фактическая угроза применения насилия отсутствовала? Подождите. Сначала баллончик, видеокамера вылетела из рук. Потом, не упокоив, наносит дважды удар по голове Артеменко. И только после этого они его скручивают и обезвреживают. Опасаясь, что он достанет из кармана левой рукой что-то более опасное, чем баллончик. А они тут пишут, что угроза применения насилия отсутствовала. Да как отсутствовала, если он его два раза по голове ударил? В момент нанесения удара Артеменко по спине никакой угрозы от потерпевшего не исходило. Ну как не исходило? А если бы он что-нибудь из кармана достал? Ножик или еще что-нибудь похуже? Следовательно, причиняя последний удар локтем, Артеменко действовал не в целях своей защиты, либо крайней необходимости. Так как от N-точка фактически преодолели сопротивление потерпевшего и имели явное физическое превосходство над ним. Ну, знаете, любое физическое превосходство решается с помощью каких-то технических, механических, иногда даже взрывных средств, колющих, режущих. Так что вот они как раз вот этого и опасались, что он преодолеет вот это физическое превосходство за счет доставания некого предмета из левого кармана. А из личных неприязненных отношений. Так я какие-то неприязненные отношения первый раз вижу. Ну, естественно, после двух ударов по голове, что с ним делать? В общем, действия подсудимого Артеменко суд квалифицирует как умышленное причинение средней тяжести здоровью. Так, суд учел личность подсудимого, который социально адаптирован, характеризуется удовлетворительно, под наблюдением врача, психиатра и нарколога не состоит, его отношение к содеянному, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого условия жизни его семьи, а также наличие наождевения малолетних детей, положительные характеристики, смягчающие обстоятельства. Оттягчающих обстоятельств не установлено. Также у Артеменко судимости оттягчающих наказаний не имеет, вследствие чего ему не может быть назначено наказание в виде лишения свободы. По этим основаниям суд считает справедливо назначить Артеменко наказание в виде ограничения свободы, а также полагает, что можно применить наказание ниже низшего предела. Так, тоже важная деталь, гражданский иск и процессуальные издержки по уголовному делу не заявлены. То есть даже несмотря на то, что неупокоил и признали потерпевшим, и по сути он мог все лечение, вот эти вот, все свои там вынужденные прогулы и так далее, лекарства и все остальное, и моральный ущерб, и материальный, он мог предъявить Артеменко, но он этого не сделал. Как спина? В общем, суд приговорил признать Артеменко виновным в совершении преступления, предусмотренного так, и назначить ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Это не лишение свободы, это ограничение свободы. Не выезжать за пределы территории города Сургут и не изменять место жительства. Ну и еще там подписка о невыезде и надлежащем поведении до вступления в силу. Обязать Артеменко один раз в месяц являться, надзор за отбывание осужденными. Кстати, приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток. Ну я не нашел этого обжалования на сайте суда ХМАО. Странно, что не обжаловали. В общем, вот такое решение. Еще раз повторюсь. Потерпевший К. Работает под псевдонимом Е. Вы что там, все что ли под псевдонимами работаете? Вот с такими якобы удостоверениями. Ну все, точно. Это однозначно надо у всех, у каждого спрашивать паспорт и доверенность от генерального директора. Вы спросите, почему меня так заинтересовал, не упаковыв Евгений? Да он мне вообще не интересен. У меня нету к нему личной какой-то неприязни. У меня претензии к его действиям. Все дело в том, что 5 сентября 2022 года на сайте ura.ru, вот куда он перешел работать из Сургута Информ ТВ, была размещена статья автора Неупокоев Евгении с названием «Лидер секты живых человеков», где было написано, что руководителем секты является Антон Булгаков. 10 ноября в адрес редакции ura.ru были направлены две досудебные претензии. Именно тогда я обнаружил эту статью. 19 ноября из статьи пропало одно из трех слов «секта». То есть они уже начали подчищать за собой. 30 ноября 2022 года из статьи пропали все слова «секта». Тем самым и редакция, и Неупокоев признали, что они размещают в своих материалах недостоверную информацию. На странице ВК Сургутнадзор Неупокоев решил ввязаться в диалог и написал такую фразу «О, ну хоть кто-то обратил на меня внимание». На что ему был задан вопрос «Вы всегда опубликуйте недостоверную информацию с целью привлечь к себе внимание». 3 декабря 2022 года в адрес редакции ura.ru направлено досудебное требование и опровержение всей статьи. В этом досудебном требовании я требовал в течение трех дней опубликовать опровержение данной статьи, но они этого не сделали. Вот такое опровержение было написано. Статья носит оскорбительный и клеветнический характер. В числе прочей несоответствующей действительности информации статья содержит следующее. В названии статьи «Лидер секты ИСХМАО» жалуется генпрокурору на начальника. В тексте статьи «Руководитель секты» и «Что движение живых человеков прославило скандалами, конфликтов в соцсетях. Свои действия активисты объясняют религиозными мотивами, пытаются подвести под религиозную секту. И деструктивную тоже. В их заявлениях и поведениях можно найти признаки секты. Опровергая несоответствующие действительности, распространенные сведения по следующим основаниям, заявитель не является руководителем секты живых человеков. В ИСХМАО «Югра» не существует и не зарегистрирована организация живых человеков. Заявитель не является руководителем или участником какой-либо секты. Заявитель никогда не объяснял свои публичные действия религиозными мотивами. Осенью 2018 года заявитель не отправлялся в ПНД на принудительное лечение. Вот тут он в статье пишет, что самого же Булгака в осенью 2018 года арестовали и отправили в ПНД на принудительное лечение. Откуда он вышел по решению окружного суда? Только он забыл сказать, что отправили-то незаконно. И вот как раз решение окружного суда отменило решение первой инстанции о принудительном лечении. То есть по факту и фактически, и юридически, и де-факто, и де-юро никакого принудительного лечения не оказывалось. Не кололи, не пичкали, а просто удерживали незаконно. Об этом он всем умалчивает специально. Кому интересно, посмотрите. Мы создали прецедент, потому что впервые в истории России, по словам адвоката, предоставленного полномочным по правам человека, Стрябковой, впервые в России было отменено принудительное лечение, бессрочное причем. Хотя меня не лечили, не кололи, не пичкали, удерживали незаконно. И по решению окружного суда отпустили. Хотя они утверждали, что мы вас выписываем. Я говорю, нет, не выписывайте, потому что вы никого не лечили, вы незаконно удерживали. Я думаю, всем понятно, что слово «секта» имеет негативное и порочащее значение. За создание и участие в деятельности подобных организаций, являющихся сектами, помимо их ликвидации, статьями 282.1 и 282.2 у КРФ предусмотрена уголовная ответственность до 8 лет лишения свободы. Вот к чему они клонят. Для их создателей и руководителей, а также 4 года для участников. Вот они всех, кто называет себя «живые человеки». И сам не упакоив, кстати, тоже сам себя назвал «живые человеки». Евгений, вы человек? Я в Египте. Ну, в Египте, да. А живой? Ну, если я с вами разговаривал, скорее всего. То есть вы из «живых человеков»? Нет, я в принципе «человек». Ну, вы писали, что я якобы лидер секты «живых человеков». Евгений, давайте, пожалуйста. Давайте не здесь разбираться, а в этом вопросе. Хорошо, судье убедимся. Отдельно поговорим. Судье убедимся. Благодарствую. Вот и вот тоже, получается, до 4 лет грозит. Может, он поэтому удалил слово «секта» из статьи? Называя заявителя участником секты, ответчик без сомнения преследовал цель опорочить заявителя в глазах читателей. Распространяя несоответствующую действительность информацию о якобы принудительном лечении заявителя ФПНД, ответчик пытался навязать читателям свое лживое мнение о якобы психическом нездоровье заявителя и, как вывод, низкой достоверности публикации заявителя как журналиста. А по факту, наоборот, получается. Низкая достоверность идет со стороны ответчика, не упокоива. и ура.ру. Данная статья была опубликована 5 сентября в 23.11, спустя 2 дня после публикации в сети интернет. Видео под названием «Вот он, недоверие или утрата чести». Это вот как раз видео про поход в Следственный комитет, где начальник Следственного комитета применил физическую силу к журналисту Антону Николаевичу Булгакову. А разговаривали мы как раз про просрочку в травматологии. На этом приеме, якобы приеме, где зафиксированы признаки преступлений, предусмотренных статьями части 2 и 3 статьи 144 УК РФ. Это воспрепятствование журналистской деятельности журналисты статей 53, 285 и 286 УК РФ в действиях руководителя Следственного комитета города Сургут Ермолаева Владимира Петровича. Почему я усматриваю прямую связь с Ермолаевым? По данному факту 4 сентября в прокуратуру ХМАО и в прокуратуру города Сургут были направлены сообщения о совершенном преступлении, по которым не была проведена проверка надлежащим образом. Ничего не видят. После выхода этого видео 14 сентября 2012 года руководитель Следственного комитета России Бастрыкин устроил разнос всему Следственному комитету ХМАО. Можете почитать эту новость. На следующий день, 15 сентября, по ситуации в травмцентре города Сургут спустя больше года, все-таки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293, это халатность, то есть неисполнение или неисполнение должностным лицом своих обязанностей. 22 сентября 2012 года Ермолаев Владимир Петрович специально выставляет большую коробку с надписью «Булгаков Антон Николаевич на видное место у себя в кабинете во время личного приема медсестры Олеси Губановой». Данный факт озвучен в видео «Скрытые угрозы от СК» или «Большая коробка». 30 ноября 2012 года Сургутский городской суд был направлен на уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства медсестры травмцентра города Сургут» старшей сестрой медицинской Ольгой Матвейчук. Вот наши результаты, все-таки удалось их заставить повозбуждать уголовные дела. Предполагаю, что заказчиком статьи «Неупокоиваю» был именно начальник Следственного комитета по городу Сургут Ермолай Владимир Петрович. И так как Антон Николаевич Булгаков давно знаком с ним Покоевым Евгением из сети интернет, есть много видео, разоблачающих якобы честную журналистскую деятельность Неупокоева, ссылка приняна. Возможно, у Неупокоева возникла личная неприязнь к Булгакову и Неупокоев, возможно, ведомой обидой и, возможно, воспринимая как личную обиду информацию из сети интернета о его деятельности, решил таким образом отомстить и очернить честное имя Антона Николаевича Булгакова. Возможно, по заказу Ермолаева. Так как вопросы, которые он задавал Булгаковой и Губановой, основаны на информации, которая известна только силовым структурам. В том числе руководителю Следственного комитета города Сургут Ермолаеву. Более того, у Ермолаева тоже могла возникнуть личная неприязнь к Булгакову, так как 5 ноября 2019 года, то есть 3 года назад, в Следственный комитет Сургута Булгаков подал обращение с требованием ознакомить со всеми материалами проверки. 6 ноября 2019 года он пришел в 14.00, тут же пришел руководитель Следственного комитета Ермолаев и запретил фотофиксацию материалов. А это 3 тома, 290 страниц каждый, вчера знакомился с 9 томами обращений, видео и подробное описание тоже есть, всего 12 томов, вот 12 томов они предлагали просто прочитать, не фотографируя и не копируя, и не снимая на видео. Основание он не назвал, письменный запрет писать отказался, удостоверение не показал. Через какое-то время приехали 3 наряда полиции в составе 5 человек, возможно 6 и 2 журналиста Сургут Информ ТВ. Булгакова вменяли подделку документов, удостоверение журналиста и удостоверение инспектора общественного движения Коррупции.нет, то есть все ссылки основания приведены, все это законно. Номер КОСП не назвали, фамилии заявителя не назвали, предполагаю, что звонок сделал руководитель Следственного комитета, чтобы помешать Булгакова ознакомиться с материалом проверки номер 400, где они разом на все обращения вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Позже узнал номер КОСП, то есть пожалуйста проверяйте сотрудники МВД, ФСБ, отдел внутренних расследований, можете по номерам КОСП это все узнать, кто сообщил, как сообщил. Позже узнал номер КОСП, 31836 у дежурного звонили с городского номера, предположительно со Следственного комитета. Булгакова доставили в отдел полиции номер 1, взяли объяснение в отделе уголовного розыска и отпустили. Факт подделки документов не подтвердился. Был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела. В застоянии, не помню, то ли события, то ли состава, по-моему, события. С материалами дел как минимум 12 томов булгаков не ознакомлен до сих пор. То есть это нарушение права на ознакомление с материалами дела. Ну и чтобы это все прикрыть, как бы, вот этим они и занимаются. Усматриваю прямую взаимосвязь между действиями Ермолаева и с выходом статьи Неупокоева Евгения, который действует под псевдонимом и настоящей фамилией которого начинается на букву К, а возможно имя. Вот такое опровержение и отзыв на статью были отправлены. Но прошло три дня, они ничего не сделали. 3 декабря 2022 года в адрес УМВД города Сургут было направлено заявление с требованием установить личность гражданина К, который действует под псевдонимом Неупокоев Евгений. 6 декабря 2022 года в адрес редакции урад.ру из Сургутский городской суд был подан иск о защите чести достоинства опровержения несоответствующих действительности сведений. Увидимся в суде с гражданином К, если конечно он придет. А это все для чего делается? Вот это все делается для того, чтобы, вот допустим на сайте секта.инфо даются определения секты и там есть градация. Есть просто секта, есть секта религиозного там какого-то наклона. И третья квалификация это деструктивная какая-то религиозная секта. А дальше это организация экстремистского сообщества. Вот они слово лидер и руководитель, вот как раз вот по статье 282.1 используют. Они готовят основу, базу, фундамент для возбуждения уголовного дела по статье 282.1 УК РФ Организации экстремистского сообщества. И я это все связываю именно с журналистским расследованием тех событий, которые происходят вокруг травматологии города Сургут, где как минимум 202 пациента были прооперированы просроченным медицинским шовным материалом. Люди страдают, дети страдают. Они вместо того, чтобы писать репортажи про ту просрочку и те нарушения, которые творятся вокруг травматологии, они что делают? Они ищут лидера секты для возбуждения уголовного дела. Вот так.